Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Буквально неделю назад Apple выпустила новую версию прошивки iOS 15.6.1. Это минорное обновление с исправлением ошибок. Но, как выяснилось, не все проблемы iOS 15.6.1 смогла устранить. Поэтому я собрал для вас самые распространенные проблемы iOS 15.6.1. Это видео будет полезно для тех, кто еще не успел накатить iOS 15.6.1. А те, кто уже полным ходом работает на iOS 15.6.1, смогут оценить отсутствие или наличие проблем на своем устройстве. А по возможности даже еще и поделиться информацией в комментариях. Друзья, прежде чем начать, буду благодарен, если подпишетесь на мой канал, жмякните на колокольчик. Ну что ж, поехали! Первая проблема iOS 15.6.1, которая тянется еще с момента релиза iOS 15, так и не загружается в хранилище iPhone. Если зайти по пути настройки основные хранилища iPhone, многие пользователи видят только крутящиеся колесико, а информация так и не появляется. Те, у кого хранилище iPhone показывает актуальную информацию, начали жаловаться на значительное увеличение объема системных данных на iPhone. Практически в два раза в сравнении с iOS 15.6.1 увеличился объем системных данных. Я у себя такой проблемы не заметил, возможно это связано с тем, что я периодически чищу системные данные. Кстати, вы также можете легко это сделать на своем iPhone. Ищите ссылку в описании, а вот здесь вы можете сразу же перейти по ней. Друзья, а что вы скажете о проблеме неотображения имени Wi-Fi при первом открытии настроек на iPhone? Многим это не нравится. Имя Wi-Fi сети буквально с задержкой на несколько миллисекунд появляется в настройках. Честно говоря, я бы этого вообще не заметил, если бы не ваши комментарии. И одна из глобальных проблем, в том числе и iOS 15.6.1, проблема повышенного расхода заряда батареи. Очень много людей жалуются на ухудшение автономности. Особенно это заметно на iPhone X серии. Ну а что касается iPhone последних моделей, то я был приятно удивлен, так как автономность не только осталась на прежнем уровне, а даже и увеличилась. Что вы можете сказать по этому поводу? Жду результата в комментариях. Купертиновцы в iOS 15.6.1 приятно удивили тем, что смогли устранить произвольные скачки емкости аккумулятора. Пока эта проблема на iOS 15.6.1 не появляется. Следующая проблема iOS 15.6.1, на которую необходимо обратить внимание, не приходят уведомления на заблокированном iPhone, или приходят с запозданием. Я у себя такой проблемы не заметил. На iOS 15.6.1 встречается сильный нагрев iPhone, да еще летом. Такой проблемой, конечно же, никого не удивишь. Но, друзья, не стоит ей пренебрегать, так как это может отрицательно сказаться на вашем iPhone. Следующее, на что обращают внимание пользователи iPhone с операционной системой iOS 15.6.1, это при открытии страни сайтов Safari идет задержка больше, чем обычно при отличном интернет-соединении. После выгрузки Safari и запуска повторного такая проблема снова появляется. Друзья, увидели какую-нибудь другую проблему iOS 15.6.1 на своем iPhone? Дайте об этом знать в комментариях. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно жмем на колокольчик, ставим лайк. Увидимся в следующем видео и пока-пока. Пока-пока.